Итак, двигаемся дальше. Следующее, что я делаю после установки браузеров, это ставлю программу для хранения паролей. Она называется KeyPass. Я работаю с ней уже очень давно. Заходим на официальный сайт keypass.info и на вкладке Downloads, здесь в левом сайт-баре, выбираем последнюю версию. Я использую Professional Edition, поэтому выбираю версию 2.27 именно с инсталлером. Щелкаю. И здесь ждем загрузки. Все, вот она начинается. И после закачки запускаю установщик. Так, здесь в принципе Help можно убрать. И нажимаю Далее. Так, программа установилась. Я ее запускаю. Так, включить автоматическое обновление. Поставлю Да. И вот она сама программа. То есть теперь мне остается скормить ей мой файл с паролями. И она его покажет. И, соответственно, у меня все пароли будут под рукой. Вот туда я, соответственно, смогу сохранить новые пароли, добавлять старые, редактировать старые и так далее. Вот если вы этой программой никогда не пользовались, то вам нужно, соответственно, нажать на Создать новую базу данных, дать ей название, указать, где она у вас будет жить. И после этого, ну вот я сейчас для примера, допустим, на рабочем столе создам. Вот, после этого придумать здесь мастер-пасворд, то есть основной пароль для входа в программу. И нажать ОК. Так, здесь можно придумать название, дать короткое описание, но это, в принципе, все не обязательно. Можно нажать ОК. Все, вот она, эта база у вас открылась. Здесь изначально идут такие, как бы, примерные папки для примера. Их можно, в принципе, все удалить, если они вам не нужны. Просто нажимаете Delete на каждый и удаляете. Так, все, все удалил. Теперь, если я перехожу на саму базу данных, то вот они, два пароля здесь еще остались. Они ни к какой группе не относятся. Я их отсюда также удаляю. Все, теперь вы можете свои группы создавать. Для этого щелкаете по базе, добавляете новую группу. Допустим, почта. И здесь, соответственно, вы можете хранить все свои пароли почтовые. Допустим, ящик такой-то. Тут, соответственно, ваш логин и ваш пароль. Все, окей. Вот у вас первая запись сохранена. Ну и так далее. Если нужно там для каких-то других целей, программы, допустим, вы, соответственно, здесь можете хранить все пароли там от программ. И дальше в таком духе. Вот. То есть, сразу после браузеров я ставлю именно эту программу, потому что дальше много где нужно использовать пароли. И они у меня хранятся все в этой программе. Жду вас в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!